спасибо за вопрос хороший при возникновении разногласия между вами как вы с этим боретесь сейчас я прошу прощения я я не разногласия стоп секундочку друзья у меня перед мы перед передо мной монитор если вы позволите вот то я взял татьяна татьяна милая татьяна была француза тирана дала тиран вот это другая француза татьяна вы написали просто вами с большой буквы это имеется ввиду значит один человек то есть получается между когда разногласия между вами это получается внутри себя на нем нет если просто татьяна нас уважает воем так сильно поэтому да татьяна воспитанная женщина она знает правила русского языка поэтому словом вами когда уважительно пишет я думаю что это глубокий вопрос который говорит эти вопросы с нами отвечать и вот сейчас мы решим татьяна мы всячески может 20 лет знакомы с сергеем 18 лет стоим на одной сцене и постоянно поэтому все разногласия мы решаем очень просто я даю ему так не получилось шалбан даю на камеру знаете не всегда в импровизации получается то что задумываешь на самом деле обманывает они не подготовленные движения не просто потом просит прощения я его извиняю и у нас мы закрываем свои мечты расскажи всем чем это мои мечты понимаете сергей не просит разногласия заради с кем приходится работать с таким человеком который даже прощение попросить не может в нужный момент да разногласия выясняется по-разному иногда мирным путем иногда более мирным иногда спокойно это более бурным в споре рождается истина что вы говорите спорим в споре рождается истина запишите эту фразу сказал сергей силовский известный человек в своих кругах я думаю что мы ответили на вопрос татьяны даже продемонстрировали это немножко спасибо с какими зверьками вы себя ассоциирует классный вопрос надо вообще выяснить какие зверьки бывают мы сами себя или друг друга социальными зверьками сергей давайте друг друга мне интересно с кем вы меня ассоциируете из зверьков так сказать с борондуком с борондуком до борондук юра брундук как он выглядит просто это из семейства кошачьих или не это белый место брундячих белячих до чип и дэйл я тогда сергей тоже прозвителю с брундупом я просто не могу понять кто из нас чип кто дэйл по разному меняется да мы очень часто меняемся ролями потому что где-то сергей выступает чипом где-то я выступаю дэйлом где-то даже всякие гаечки у нас появляются и дяди скруджи бывают и ракфор который говорит сыр он разве так говорили вам нельзя озвучивать ракфора если вдруг кто-то придет попросит озвучить ракфора не делайте почему чего сыр ты придешь ты сыр вот именно так он говорил у меня сейчас просто голос изменился в детстве лучше получалось но учитывая что это один из любимых мультиков нашего детства наверно все таки чип и дэйл не знаю как спешим ли мы на помощь смешим на помощь смешим на помощь или какие еще можно слоганы к нам применить но про зверьков интересный вопрос я не знаю что вас заставило явно сергей явно сергей с тигром не сравнишь сами посмотрите вот сергей ну вряд ли на тигр и не лев потому что лев лещенко а сергей не лев хотя прическа у вас такая глядя гриба гриба да вот а у меня есть и по прическе как как мечтать какой его по причёске такое зверь бурондук я сказал а что они тоже валюты и не раз почему я я беру бурондук без волос сергей не лев с прической на этом ставим спасибо сергей задает вопрос бы задавайте интересный один тоже сергей скорее всего были в свои времена дуэты миронова и минакер маврикиевна и никитична штепсель и тарапунька карцы и ильченко как вы считаете может ли дуэт братья шумахер и писать свое имя название своего дуэта в этот легендарный список мне кажется это вообще не наша прерогатива это прерогатива зрителя решать достойны мы или не достойны вот и все мы просто должны в мак по максимуму все для этого делать конечно решать это ну решают решают люди решать зрительных мы нам бы очень хотелось бы конечно чтобы так было также бурда и друсь гонделян не вина гонделян и федор двинятин да прекрасно не знаете давайте дальше тем не менее а юмор нашей стране отличается от юмора за рубежом а как зарубежный зритель воспринимает вас расскажите эту историю как вы в африке выступали перед аборигенами да я выступал в африке перед аборигенами Сергей был привязан к палке такой его как раз вы не спрашивали рассказать хорошо рассказывайте пожалуйста вот на самом деле юрий шутит мы не выступали что никто не смеялся не выступали именно для зарубежного зрителя для зарубежного единственное что мы у нас бывают часто какие-то выступления за границей был один веселый случай в польше мы выступали был большой огромный на стадионе был праздник посвященный там помаши машины была выставка или что конференция вот и мы выступали на сцене где она была украинская наша палатка наше представительство и были сесть на поляки обслуживающие персоналы показали номер про зал дастанова там где я играю роль поляка и после жертвы золдастанов это байкер это можно посмотреть все так назвать если байкер-байкер хирург который если люди пишут на вопрос не знают на что я так надеюсь вот поэтому и по этот поляк после концерта ко мне подошел и он подумал что я действительно поляк или по крайней мере я умею говорить на польском я к сожалению не умею говорить но восприняли так поверили вот это было приятно вы скажете пару слов на польском который вы говорите ну да вот такой вот исчерпывающий ответ вы знаете мы конечно стремимся познать зарубежного зрителя но я думаю что это нужно познать целую историю юмора нужно познать обычаи традиции это очень сложно я отвечу на первую часть вопроса если можно вот назначить юмор нашей стране отличается ли от юмора за рубежом наверное не отличается потому что за рубежом какие-то даже самые обыкновенные шутки когда ты с человеком шутишь у него сразу же появляется улыбка на лице хорошее настроение и они там когда видят что тебе улыбаться что ты улыбаешься им они точно так же тебе в ответ улыбнуться они какие-то вот такие очень добрые там люди не знаю либо вот за границей постоянно жизнь так сводила с такими добрыми людьми вот но какая-то маломальская шутка даже просто приветливые отношения всегда вызывают улыбку у зрителя и это здорово все-таки мне кажется здорово никто же не знает что вы юморист когда вы улыбаетесь и говорите hello nice to meet you да настю митю все всех этих ребят мы знаем поэтому все все понимают мне кажется юмор он интернационален таня задает вопрос первое ваше желание после концерта давайте уточним после какого концерта просто после каждого концерта абсолютно разные желания наверное после вашего после нашего да их просто столько много что и желание то по сути дела не вспомнишь а есть есть желание во первых во первых наверное каждый раз после концерта хочется как-то вот сесть и минут пять-десять помолчать переварить просто сам весь концерт любой любой концерт проходит знаете при таких при таком заряде энергии и положительных эмоций это очень хорошо кстати потому что однажды у нас по-моему в житомире был концерт прошлом году и у меня жутко болела нога жутко то есть до концерта я еле ходил него почему то ли выбег был то ли ушиб какой-то вот нижняя часть ноги там где стопа у меня были жуткие боли когда я вышел на сцену у нас наверное концерт продлился два часа где-то ощутил боль ноги все время пока я стоял на сцене мы выходим на сцену больше мы с нее не уходим во время концерта и за это время я раз дверь я не раз я ни разу не не ощутил что у меня болит нога или я там какую-то дискомфорт потому что ты погружаешься в совершенно другой какой-то мир у тебя какое-то чувство эйфории знаете это как наркотик который тебе в кололи тебе хорошо сейчас а после этого закончился это действие наркотика ты уходишь гримёрку и начинается опять снова какие-то моменты дискомфорт поэтому наверное вот самое большое желание перри осмыслить весь этот концерт выдохнуть немножко после него сесть кинуть там какой-нибудь бутерброд в себя вот выпить не не знаю чего-нибудь вкусного пожать друг другу руки сказать всем спасибо и наверное продолжать вечер в таком же духе в хорошем настроении вот такие вот желания возникают у сергея они постоянно разные сергей расскажите вот о ваших самых сокровенных которые вы часто рассказываете после концерта юрия ну вас я знаю 20 лет я могу вам все рассказать а татьяну вы знаете больше гораздо я даже не зная татьяна сергей под сергей не готов сейчас ответить на данный вопрос но я надеюсь что мой вариант ответа вас тоже но на самом деле хочется поделиться с кем-то после концерта той энергией тот тем зарядом который ты получил то есть вот ты получаешь ты хочешь кому-то позвонить да что-то рассказать передать вот было так вот было то есть поэтому если есть рядом близкие люди с которым можно поделиться да и которые не стояли при этом с тобой на сцене это здорово вот у нас в мае были первые съемки шоу братья шумахеров я закончились они наверное где-то в 12 ночи или или в пол первого ночи не помню уже мы я уставший приезжаю домой ко мне приехали родные люди родственники мы я думал они уже все давным-давно приехали с концерта уже спят нет я приезжаю горит свет они все сидят ждут меня мы наверное часов до четырех утра сидели еще обсуждали какие-то моменты что понравилось там что может быть где-то ошибки какие-то были но вот ощущение такое знаете даже спать не хочется если честно вот хочется что-то вот заряд мощнейший заряд энергии сильнейший когда люди хлопают когда зал смеется когда зал улыбается тебя это заряжает даже не на сути на неделю вперед тебе хватает этой энергии потому что же говорю она придается в десятикратном размере она отдается тебе зрителям поэтому это здорово د tendon Official 0 0 0 0 0 0 0